И, конечно же, румяна, потом будут корректирующие. Я немного поменяла, потому что то, что лежало поближе, лежит поближе. Значит, быстренько пробегусь по всем. Это вот эта малышка для косметички. В ней есть кисточка. Это закос, что-то похожее на буржуа. Потрясающая шелковая текстура. Но когда я выбирала это в находке, я могу сказать, что многие были побитые. Может быть, поэтому они продавались в находке, потому что потрясающая текстура, крошечная упаковка, классный цвет, все здорово, все супер. Но они бьются, поэтому моя малышка лежит дома и никуда не рыпается. Вот таким образом помещается кисточка. Но вообще, вы можете носить это Мерлин оттеночек 0,8. Колорама, лимитка, давнишняя, трехлетняя. Но сухому продукту не делается ничего. Потрясающее подсвечивание, все супер и так далее. Матовая поверхность у Румиан Доктор Бауман. Они суховаты. Но именно потому, что они сделаны в Европе. Там огромнейшее количество влажности. И, видимо, все женщины не испытывают этой сухости, как те, которые живут внутри материка. Есть жирная кожа, которым лучше именно такая текстура. Это новинка от Мак с китайской интерпретацией. Продается вот в такой коробочке по 100 рублей. Вот. Это Хе... 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 Ре... Те... Хе... Может быть так. Хе... Те... Короче. Значит, Эссен с этой тени, но они идут цвета румян. Они тоже прикольные на лето. Как вы видите, большинство из них холодные. Но вот этот универсальный. Вы его видите как такой не очень ярко-кирпичный. Но, скажу вам по секрету, он при переноске на щеки, он получается такой розовый, натуральный, естественный. Если вы гонитесь за естественностью, вот оттеночек в палеточке от Катрис. Вот для печенка от Алабон, китайский бренд. Вот это я тоже купила в находке. И здесь есть еще кремовые текстуры. То есть, девочки, если появляются первые морщинки на щеках, под глазами, лучше сухое убрать. Лучше подсветочки всевозможные убрать. Лучше сосредоточиться на кремовых продуктах. Но из того, что здесь представлено, пожалуй, только Доктор Бауман Мак и Ателье будут дорогими. И все остальное совершенно бюджетно. Это будет до 200 и максимум до 300 рублей. Поехали дальше. Итак, слева направо там будет Дубрава. А наискоток там будет Лисок. Подписывайтесь на мой канал. У меня зовут Рогашев. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Давайте дружить и общаться. Ну, а что касается пудр, значит, вам, у вас сразу же появится вопрос, а что делать с этими расцепучими? Что делать с расцепучими? Девочки, я могу вам сказать вот что. То есть, если вы хотите заморочиться, то, конечно, расцепушка вот эта вот вам понадобится. Если вы не хотите заморачиваться, то она вам совершенно ни к чему-то больше относится к профразделу. Потому что, ну, потому что, зачем вам с этим водиться? Все знают, что когда вы открываете эту пудру, все летит во все стороны. И проф, это нужно только для того. Здесь уже, кстати, затирается мой любимый логотип ZFK. Как самая гениальная пудра, которая только есть вообще в природе, которую я просто люблю и обожаю. И она такая огромная и почти заканчивается. Значит, вот это позиционируется как тень в эфроше. Но, на самом деле, вот пудра, пудра галимая. 300 рублей стоила на распродаже на кассе, значит, в двух словах. Это пудровый продукт. Либо такой для медового макияжа. Он выравнивает несовершенство, то есть, это мелкие морщинки на веках под глазами. Он все это сравняет при правильном подходе. И девочки, кто? Новички, пожалуйста. Вот вы один раз нанесли, да, при каком-то не таком свете на себя посмотрели. И такие, о боже, это говно. И сразу, значит, в мусорку. Особенно блогеры такие сразу сидят снимать видео косметика в мусорку. Вот не надо вот этого вот. Вот страстей вот этих вот. Не надо. Значит, Шанель рассыпушечка очень классная. Второй раз уже поставила мак. Вот это самая классная пудра. На свете. Потому что она, она просто, даже вообще ужасный макияж. Вот если сверху шлифануть маком, все будет просто на миллион долларов. Вот эта вот фишка. Inglot, это Sparkling Dust в оттеночке. Я потом напишу. И я вам сейчас это все открою и покажу, вообще, стоит ли с этим заморачиваться вам. И сто лет коробки. Она была выпущена ровно десять лет назад. Она летала по визажистскому кейсу моего друга. Потом она ее передала мне. Я ее разобрала, помыла, продезинфицировала и засыпала туда остатки всяких разных пудр. И она работает дальше. С ней ничего не случается. Пожалуйста, бренд Grimage, который вполне возможно переименовался в Jazz или как-то так. Но у меня больше никаких мыслей на эту тему нет. Пожалуйста, верните вот эту банку. Она просто супер вообще. Она просто классная, просто здоровая. В общем, это шлифануть. С подсвечиванием. Один из этих тоже есть с подсветкой, прям бронзирующей. Вот это накроет вас тонкой вуалью с мельчайшими зеркалами. На фотосъемке ваша кожа будет просто супер ровная. Все будет хорошо и красиво. Тонкая белая вуаль. А вот это просто чудо. Из бюджетного это это. Это достаточно бюджетно. Это бюджетно. Ну, а это все уже, к сожалению, не бюджетно. Но просто имейте в виду, если вдруг ваш какой-нибудь друг или подруга будут где-то в других городах, странах, и у вас будет возможность все это заказать, то тогда просто как бы вы будете в курсе названий брендов. Вот, кстати, что стоит везти из Китая, из косметики, так это ЗФК и Алабон. ЗФК он более дорогой и качественный, Алабон попроще. Но это просто супер. ЗФК Субтитры сделал DimaTorzok